Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это вторая глава моего курса по созданию миров. Как Вы могли заметить в расписании, которое находится в вкладке Schedule. На charlietutors.blogspot.com Я добавил узел Introduction to WordCreator2 Вот как раз эта глава будет о нем. Поехали! На сайте в вкладке Buy есть 3 версии и на каждую Вы можете получить скидку 10%, если введете промокод charlietutors. Используя WordCreator, я буду рассказывать о полном создании мира, как под Production Render, так и под движки. В WordCreator есть специальный Sync Tool, который позволяет экспортировать все, что Вы создали в Standalone версии. Включая деревья, разную растительность и объекты в Unity. Так как сама программа создана на базе этого движка. Также команда работает над Sync Tool под Unreal Engine и на данный момент, пока можно экспортировать хейтмап и текстуры. Но в скором времени, все будет так же, как и в Unity. А еще я надеюсь, что ребята придумают метод экспорта всей красоты в 3ds Max и Mayu. Опять же, пока Вы можете только экспортировать Displacement карту и текстуры без растительности и всяких деталей. Сразу хочу предупредить, что я буду рассказывать об обращенном реализме, стилизации и мультяшных мирах. То есть, буду показывать создание стилизованных текстур, ландшафтов, растительности и много чего интересного. Так как в интернете реализма много, а стилизации мало. Да и мне эта тема очень близка по душе. На данный момент я работаю в Cartoon Stilistique. Поэтому буду рассказывать о всех техниках, которые я применяю в своих работах. В том числе и осмешивание текстур и получение стилизованной текстуры из реальной, которую можно скачать на том же Megascans или поле iGone. Итак, запустив Fort Creator, Вы увидите такое окно. И теперь, чтобы начать новый проект, нажимаем New. Указываем папку, в которой его хотим сохранить и нажимаем Save. Как только Вы это сделаете, откроется интерфейс программы. Слева находится панель инструментов, о которых мы поговорим чуть позже. И справа все настройки ландшафта. Как только Вы создадите проект, в Word Creator Data появится папка с его названием. В папке Вы увидите файлы автосейва, файлы проекта, папку SyncTool для Unity и Unreal Engine. Папку Screenshot, в которую загружаются все скриншоты, создаваемые нажатием клавиши F11 или иконкой фотоаппарата. Как только Вы сделаете скриншот, он сразу же появится в данной папке. Также, если Вы хотите развернуть окно и скрыть интерфейс, нажимаем F10. Вы сразу же увидите логотип Word Creator, который при желании можно убрать в настройках. Теперь поговорим о навигации. Правая кнопка мыши вращает камеру. То есть, Вы направляете свой взгляд в точку интереса. Клавишами W, A, S, D вы двигаетесь вперед, влево, назад и вправо. С помощью Q и E вверх или вниз. Если при движении вперед удерживать Shift, то движение будет происходить быстрее. Чтобы войти в режим World Mode и погулять по созданному миру, нажимаем O. Также, если у Вас есть VR очки, то можно включить данный режим, нажав клавишу F9. Чтобы выйти из режима World Mode и сфокусироваться на мире, нажимаем O и затем F. Также, если Вы хотите сфокусироваться на области в районе курсора, просто наведите его в нужное место и крутите колесо мыши. Если Вы кликните два раза правой кнопкой мыши, то камера мгновенно приблизится в нужную область. Следующая интересная функция, которая мне нравится. Это манекен, которого можно поставить на землю для понимания масштаба сцены. Достаточно направить курсор туда, где мы хотим разместить манекен и нажать H. Если удерживать H и двигать курсором, то манекен будет перемещаться с ним. Очень удобная функция для концепт-художников. Когда найдя интересный ракурс, можно поместить данный манекен, настроить мир, сделать скриншот и уже дальше обрисовывать в том же Photoshop. Теперь поговорим о правой панели. Первая иконка горы включает все базовые настройки ландшафта вместе с вкладками Base и Filters. Что настраивается в Base, я думаю, уже сразу понятно. В фильтрах же вы ничего не увидите, пока не нажмете Add Layer и Add. Как только вы нажмете кнопку Add, откроется целый список фильтров, которые я конечно же, чуть позже покажу. Кстати, удаление слоев и фильтров происходит не сразу. Нажав на Remove All, появится надпись SHU. И затем уже кликнув на нее, вы окончательно удалите все фильтры. Также, как только вы кликните на иконку корзины, она откроется. Второй же клик подтвердит ваше действие. Далее идет иконка кисти, которая включает весь инструментарий по работе с текстурами. Следующая иконка с деревьями включает весь инструментарий по наполнению мира разнообразными деталями для придания реализма. Это вкладка объектов, которая включает деревья, растения, кусты, цветы, камни и разнообразные пропсы. В скором времени, также можно будет импортировать свои объекты. Далее идет вкладка деталей, которая включает в себя разные анимированные плейны с текстурами травы и цветов, для более реалистичного заполнения растительностью. Рядом с ней находятся вкладки настроек океана, погодных условий и облаков с атмосферой. Все эти настройки упрощают концептинг ваших миров. И конечно же, все это подробно разберем. И последняя иконка, которая относится к настройкам мира это Areas, позволяющая создавать отдельные области для текстур, скетеринга, фильтров, импортированных карт дисплейсмента и скульптинга своих деталей. Иконка шестеренки, которая находится отдельно, включает настройки интерфейса, автосейвов, максимального разрешения, Multiframe Generation, позволяющий уменьшить нагрузку на видеокарту, особенно в работе со сложными фильтрами. Очень много графических настроек вашего рендера и viewport, настройки камеры, световой палитры интерфейса и UI Scale для 4K мониторов. Еще один важный момент в настройках, о котором вам нужно знать, это опция Real-Time Generation. Когда она включена, все изменения у вас отображаются в Real-Time без перерендера. Но при таком режиме действует ограничение на максимальное разрешение в 16K. Выключение этой опции позволяет создавать огромные миры без ограничений. Но изменений не будет видно в Real-Time. О всех настройках мы еще поговорим. А пока вернемся к базовой части. И первая настройка Seed. Данная опция позволяет вам получать рандомные вариации базовой формы ландшафта для вашего творчества. И прошу заметить, что все происходит в Real-Time. Без задержек, мыслительных процессов программы и рендера. Как по мне, это очень круто. Затем идет опция Area, с помощью которой можно загрузить любую область и об этом мы поговорим позже. После чего следуют размеры ландшафта и если выключить опцию Size Locked, вы сможете создавать нестандартные размеры. Например, 1024x2048. Если вместо 2048 написать 4.96, то получится длинный ландшафт, который можно использовать для Background. Опять же, изменение размеров ландшафта происходит в Real-Time. Далее идет параметр Precision, который отвечает за точный размер текстуры. Если это значение равно 1 метру, то размер текстуры соответствует размеру ландшафта. В данном случае это 2k. И если же поставить 2 метра, то размер текстуры уменьшится в бое и станет 1k. Чем выше это значение, тем качественнее детали на текстурах. Например... Вот так они выглядят при разрешении 8k. Если сейчас я начну уменьшать значение Precision, Вы сразу же заметите, как уменьшается качество Displacement. Далее следует опция Soil, которая включает почву. Это визуальная настройка и она нужна лишь для того, чтобы видеть высоту ландшафта. Я обычно уменьшаю это значение до 1k. Так как именно с ним удобнее наблюдать за высотой. Также, Вы можете проверить значение высоты, если включите Observe Tools на левой панели. Этот инструмент показывает минимальную и максимальную высоту Вашего террейна. Если наведете курсор на любую из возвышенностей, то по E Вы будете видеть ее высоту. Далее следует очень крутой инструмент, который позволяет скульптить Ваш террейн с помощью специальных точек. О нем и о следующих интересных возможностях World Creator мы поговорим в следующей части. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир!